Немецкие автопроизводители и машиностроители взволнованы, ведь отмена таможенных пошлин и введение единых европейско-американских стандартов могли бы существенно сократить затраты. Но, несмотря на это, критиков Трансатлантического соглашения в ЕС достаточно много. Жители Европы опасаются, что соглашение о зоне свободной торговли может привести к ликвидации госконтроля за соблюдением принятых в ЕС экологических и социальных норм, а также откроет двери для крупных американских концернов на европейский рынок. Многие средние и малые предприятия могут столкнуться с серьезными трудностями, в особенности в аграрном секторе. На днях к критикам присоединился и министр экономики Германии. В том, что переговоры забуксовали, он винит американцев. По моей оценке, переговоры с США о зоне свободной торговли де-факто провалились. Было проведено 14 раундов переговоров по 27 пунктам соглашения, но ни по одному из них договоренности так достигнуто и не было. Ни один текст так и не был одобрен обеими сторонами. Многие влиятельные представители немецкой экономики с этим не согласны. Они уверены, что переговоры нужно вести дальше. Для машиностроителей и производителей промышленного оборудования это большое разочарование. Ведь решение о свободной торговле может повлиять на 80 процентов нашего экспорта. Если политики посреди переговоров объявляют об их провале, это очень-очень печально. Раскритиковали Габриэля и в правительстве Германии. Его официальный представитель Штефан Зайберт заявил, что канцлер Ангела Меркель не исключает успешного завершения переговоров. Кроме того, Зайберт указал, что консультации продолжаются и прорыва обычно удается достичь на последней стадии торговых переговоров. Но уже во вторник Габриэль получил поддержку в лице Франции. Статсминистр по вопросам внешней торговли этой страны Матиас Фекль заявил, что Франция на политическом уровне больше не поддерживает это соглашение. По мнению Фекля, Европа выступает с многочисленными предложениями, а в ответ не получает практически ничего. Вслед за этим прозвучало заявление французского президента Франсуа Оланда. Он сообщил о том, что до тех пор, пока президент США Барак Обама не покинет свой пост, соглашение подписано не будет. Дело в том, что, по мнению многих аналитиков, поддержка идеи свободной торговли с Европой в США ослабевает. Так, один из претендентов на президентское кресло Хилари Клинтон не относится к сторонникам подобных соглашений, а другой кандидат Дональд Трап и вовсе открыто выступает против договора.